Ввести объекты в срок другого варианта быть не может. Сегодня глава республики проинспектировал, как в столице Чувашии возводится кадетский корпус и центральная многопрофильная поликлиника. По намеченному плану сейчас работают не все подрядчики. Что мешает строителям и как они намерены войти в график? Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строительство кадетского корпуса перешло в активную фазу прошлым летом. Но взяв уверенный старт, подрядчики от графика отстали. В декабре пришлось корректировать проект. Руководитель компании Старко указывает на серьезные недочеты в документации. Это связано было, во-первых, с водонасыщенностью грунта, где конструктивную схему проекта пересмотрели. Заранее эти моменты не согласовываются. Во-первых, на аукцион выставляется проект на смете, документация готова. Понятно, мы, придерживаясь к той смете, рассчитываем на те объемы работы, а по факту, оказывается, проект от сметы существенно отличается. Сейчас, уверяют подрядчики, необходимо пересмотреть смету. Из-за этого затягиваются отделочные работы в уже возведенном спортивном блоке. Именно по корпусу все уже, конструктивная схема все определена, скажем, там уже понятия есть. Только вот такие вещи, как конструкция витражей, пристенные там, лестницы металлические, они пока отсутствуют у нас в смете, тоже по ним решение должно быть. Сегодня арбитрам между подрядчиком и проектировщиками пришлось выступить главе республики. Когда с ними? Вы вот без нас не можете тоже встречаться. Мы сегодня выдаем витражи и окна. Все там просчитали, просмотрели, что-то мы убрали, что-то мы добавили. Сегодня окна выдаем. Все проблемы, отмечает Михаил Игнатьев, необходимо решить в ближайшие дни. Строительство корпуса глава региона поручил взять на контроль председателю правительства. Каждую неделю на объекте Иван Моторин будет проводить рабочие планерки. Невыполнимого ничего нет. Строительный бизнес, он нормальный бизнес на сегодняшний день, строительная индустрия развита. Для нас, для всех, должна быть честью, что кто взял, кто конкурс выиграл, кто пришел сюда работать, это для вас, для всех должно быть честью. И ваше доброе имя будет писано, кто какой объект строил. Кадетская школа будет рассчитана на 400 мест. Здесь возведут учебные и спортивные блоки, актовый зал, а также спальный корпус. Пока позволяет погода, на стройплощадку необходимо привлечь не менее 200 рабочих. Глава республики отметил, что субподрядчики должны ускорить темпы. Пойдет, допустим, в марте месяце вода, все, и тут же еще столько лишних работ придется делать. Людей пока недостаточно, но фундаментные работы, я думаю, лучше будет видеть, когда из земли полностью выйдет вкладка. Рядом с корпусом появится и кадетская роща. Благоустройство должно начаться весной. Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета. Кроме фонтанов, значит, здесь размещаются вдоль этих аллей основные интересы гидрологии. Активными темпами в столице республики возводят многопрофильную поликлинику. Сдать объект обещают раньше срока. Хотя в прошлом году от намеченного плана подрядчики отставали. Необходимо было перенести инженерные сети. По плану 20-й год, первую половину 20-ю. Но состроитель говорит, что мы в 19-м году в второй половине. Если он говорит, он сделает практически. По финансированию проблем не будет? Вы знаете, как мы переживали, когда ее закрыли? Ну что, вот пока пользуемся той поликлиникой. Обращаемся туда, лечимся там. Но ждем. На строительство поликлиники в бюджете предусмотрели более 700 миллионов. Для республики это приоритетный проект. В перспективе здесь будут обслуживать жителей всего центрального района Чебоксара. За смену врачи смогут принимать более 500 горожан. С вводом новой поликлиники снизится нагрузка и на другие медицинские учреждения. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова